ЗВОНИТ НА КОЛОКОЛ У звонницы храма в деревне Благовещенке восемь колоколов. Четыре подзвона, три за звона, один благовестник. Но самое главное, чтобы у нее был заботливый звонарь. Такой, как Марианна Савенкова. Колокола она с любовью называет своими детьми. Я дома сделала звонницу, открывала окна и двери и звонила. Я живу в поселке в этом. И поскольку у нас не было колокольни, но теперь вот она есть, я звонила из дома. Чуть позже Марианна твердо решила, хочет быть звонарем. Так любовь к музыке и Богу слилась воедино. Из дома она перевезла колокола в храм и решила учиться звонарному делу. В мое сердце, в мою душу открыл замечательный звонарь Валерий Михайлович Гаранин. Я 10 лет назад поехала в Суздаль. Вместе с ним еще звонил известный ныне почивший Юрьев Юрий Юрьевич. И я последний год, я его застала. И когда приехала в Спасо-Ефиминский монастырь, они сказали, хотите, мы вам праздники отзвоним. И они отзвонили. И с тех пор я сказала, я буду звонарем. Отныне каждый день она радует прихожан храма Благовещения Пресвятой Богородицы волшебными переливами колокольных звонов, всякий раз совершая один и тот же обряд. Вот это икона Павлина Милостивого. Я перед звоном мою сниму, читаю Псалон 50-й. Сложно представить, но еще год назад на месте, где сейчас красуется небесно-голубой храм, куда едут сотни прихожан, когда-то стояла небольшая часовня с покосившимися стенами и крышей. Но Господь, как говорит Марианна, послал ей силы. И она решила сделать здесь ремонт. Вы видите, как я все сделала? Цветочки. Богородица, она же девочка. Ей хочется тоже красивенького. Я все сделала, понимаете. У меня все беленькое, голубенькое. Все, как у настоящей хозяйки, сделано под себя. Я так хотела звонить, что построила колокольчик. Вот так бы я сказала. Поэтому, ну, чудные дела твои, Господи. Служители храма и прихожане давно знают Марианну в лицо. Каждый день благодарят ее за добрые дела и за то, что когда-то Бог послал ее в небольшую деревушку в Московской области. А таких, как она говорит, поцелован Богом. Марианна сочетает в себе не только черты характера, присущие настоящему христианину, она профессионал и человек-слово. Когда душа чистая, чистые помыслы, то все, за что бы ни брались руки, уверена Марианна, делается легко и в радость. Я необыкновенно счастливый человек. Знаете почему? Потому что со мной всегда Бог. Это правда.